Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня я хочу показать вам процесс создания очень популярных персонажей DC, Бэтмена и Джокера. Для работы нам понадобится белый скульптурный пластилин, черный, красный, белый, фиолетовый и оттенки зеленого. Перед началом основной работы я нарисовала картинку на картоне. Скульптурный белый пластилин и обычный пластилин немного отличаются оттенками. Для глаз я взяла обычный белый пластилин. Для того, чтобы сделать лицо Джокера, мне понадобился скульптурный пластилин белого цвета. А для того, чтобы сделать телесный цвет для лица Бэтмена, белый я смешала с небольшими кусочками желтого и красного цвета. Сразу оговорюсь, что художественного образования у меня нет. Я самоучка. А это значит, что абсолютно каждый из вас при наличии сильного желания может создавать свои картинки. Подобную работу я выполняла впервые. И несмотря на возникающие сложности, сам процесс меня увлек на все 100%. И оторваться было невозможно. Если посчитать, то в целом на эту работу у меня ушло примерно 3,5 часа. Пугаться таких цифр не стоит, потому что это потрясающее увлекательное занятие, которое дает классный результат. В процессе работы я всегда пользуюсь стеками. У каждого мастера есть свой любимый инструмент. Здесь вы сами выбираете, чем вам удобнее работать. Подобные профессиональные инструменты продаются в любых творческих магазинах. В ходе работы я все время что-то подправляла, исправляла, убирала лишнее. Это достаточно долгий и кропотливый процесс. Но спешка здесь не нужна. Необходимо максимально проработать все детали так, чтобы ваша картинка понравилась вам самим. Огромный плюс пластилина в том, что этот материал не застывает на воздухе. Он не требует быстрой работы с ним. Поэтому здесь скорее мы сами должны запастись терпением. Если мы отклеиваем какие-то детали и под ними остаются следы, ничего страшного. Просто аккуратно счищаем эти пятна макетным ножиком или инструментом, которым работаете. Даже если мы сделали какое-то неловкое движение и нам кажется, что все испорчено, на самом деле в пластилине очень легко все подправить. Это еще один его большой плюс. Не проговорила в начале видео, но для того, чтобы придать большей выразительности костюму Бэтмена, я добавила темно-синий цвет. Для этого синий смешалось с черным. Фон я решила сделать серого цвета. Для этого черный смешала с белым. Конечно, фон лучше делать в самом начале, но если быть аккуратными, то можно сделать это и в конце. Наша работа завершена. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok